Здравствуйте дорогие друзья, пожалуй свежий выпуск вашей любимой рубрики в которую мы отбираем лучшие новые и проверенные временем приложения для iOS и Android устройств. Так что будет интересно, ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее. Все прямые ссылки на скачивание я оставил в описании. Если вы постоянно работаете над своей продуктивностью или какими-нибудь проектами, то рано или поздно вам понадобится доска, куда вы сможете записывать и зарисовывать мысли и прочие вещи. Это могут быть как планы на жизнь, так и способы и модели реализации тех или иных решений. В таком случае я рекомендую инструмент Real Time Board. Бесконечная виртуальная доска позволяет набросить как небольшой план для выполнения проекта, так и расписать каждую деталь работы всей вашей жизни. Маркерная доска предлагает кучу инструментов, которые дадут комфортно себя чувствовать без мела или листа бумаги. Помимо банальных карандашей и фигур есть возможность прикреплять изображения, документы и файлы. Имеется тесная интеграция с облачными хранилищами и разумеется корпоративное редактирование. Эти функции абсолютно бесплатные для небольшой команды в 3 человека. А если приобретать подписку, то откроется доступ к шаблонам, видеочату, неграниченному количеству досок, резервному копированию и многим другим плюшкам для большого количества человек. Не понравилось то, что вся работа ведется исключительно в облаке, без локального сохранения файла, причем скорость интернета для комфортной работы должна быть приличная. То есть без доступа к сети прочитать уже ничего не получится. Да и само редактирование в смартфоне требует привыкания, зато сервис кроссплатформенный. Поддерживаются iOS, Android, Windows, Mac и редактирование в браузере. Мобильные блокировщики рекламы уже давно не диковинка ни в App Store, ни в Google Play. Эдгард на Mac я уже пользуюсь несколько лет и как-то не задумывался, пока об этом не сказали подписчики, что у нее есть мобильная версия. Приложение имеет кучу фильтров, белый список, поддержит правила и настраивается прямо с браузером. Разумеется при удалении рекламы экономится и трафик, что актуально при лимитированном интернет соединении. Существует и Pro версия, в ней есть полноценный Брэдмаур, функция родительского контроля и более гибкие инструменты настройки. На практике бесплатной версии хватает с головой. Кэшбэк сервисы стали неотъемлемой частью нашей жизни и это нормально, потому что денег много не бывает. Оказывается для того чтобы вернуть процент не обязательно заказывать товары с компьютера, допустим при помощи того же расширения в браузере. У наших друзей из Мегабонус есть удобное мобильное приложение. Благодаря приложению от Мегабонус вы сможете сэкономить до 40% от покупок, активировав кэшбэк в мобильном девайсе. Поддерживается огромное количество популярных магазинов, алиэкспресс, ebay, банкгат, асос. Есть вывод денег любым удобным способом, а также для постоянных пользователей имеется программа лояльности. Перейдя по ссылке в описании вам дадут бонус, благодаря которому будет начисляться 50% от кэшбэка приведенных друзей. При этом их кэшбэк не уменьшается. Разработчики из Nlight потихоньку захватывают виртуальный мир своими качественными приложениями. Сразу две программы попали в нашу подборку, в том числе и потому что именно вы мне их и посоветовали. Первая QuickShot. Она должна прийти на замену штатной камере. Тут нужно обратить внимание на три крутых режима. HDR+, благодаря фирменным механизмам сканирования и обработки пространства, даст куда более качественную фотографию. Режим QuickShot позволяет не задумываться о четком выравнивании гаджета, а сосредоточиться на мгновенном получении ценного и зачастую динамичного кадра. Приложение автоматически выравнивает экспозицию по ту или иную ориентацию. Крутой режим Strobe позволяет сделать несколько динамичных фото и объединить их в одно для получения эффектного изображения наглядно демонстрирующего движения. Разумеется присутствует целая куча настраиваемых фильтров, поддержка слоев и базовых инструментов вроде обрезки или мануальной коррекции экспозиции. И все это бесплатно. Вторая крутая программа Tenlight бесплатный мобильный видеоредактор VideoLib. Благодаря этому приложению вы без компьютерных Adobe Premiere или Final Cut сможете в несколько кликов смонтировать простенький ролик с переходами, фильтрами, музыкой и прочими ништяками, за некоторые продвинутые варианты из которых придется заплатить. Но базовые возможности программы, которых хватит с головой абсолютно бесплатны. Плюс само приложение имеет русскую локализацию. Процесс монтажа очень напоминает таковой Final Cut. Есть основной таймлайн, к которому примагничиваются клипы, а в склейках размещаются переходы. Сверху на видеоряд цепляем текст и различные эффекты, а снизу располагаем музыку. Управление очень удобное и что самое главное интуитивно понятно. Мне VideoLib очень понравился. У начинающих никаких вопросов возникнуть не должно. А если вы в чем-то не разбираетесь, то есть наглядный анимированный мануал. Мы уже неоднократно затрагивали тему сканеров для документов, но даже несмотря на обилие подобного рода софта, каждый экземпляр имеет свои недостатки. CamScanner ориентирован на работу с огромным количеством документов и их удобной каталогизации. Интеллектуальное распознавание границ, фильтры и массовое фоторедактирование присутствуют. И программа запросто могла бы стать лидером в сегменте, если бы не одно «но». Львиная часть функций вроде поддержки облачных хранилищ, удаления водяного знака, рекламы, редактирования распознанного текста. Даже такая функция есть и другие опции распространяются по достаточно дорогой подписке. Так что CamScanner идеально подойдет именно для предприятий, и в меньшей степени для частных лиц вплотную занимающихся такого рода деятельностью по работе. Это одна из самых качественных программ для получения ретро-изображений. Имеется целая куча бесплатных и платных настраиваемых фильтров. Дополнительные опции позволяют создать по-настоящему стильное и ностальгическое фото. Русской локализации хоть и нет, но разобраться не составит труда даже далеким от иностранного людям. Приложение узкоспециализировано, больше сказать нечего. Главное что нужно знать в жизни, учеба никогда не должна заканчиваться, вне зависимости от вашего возраста и статуса. Найти толковые курсы поможет сервис Udemy. Дальше цифры, они скажут больше. 42 тысячи курсов от опытных преподавателей отсортированы на 1200 тем, 14 миллионов студентов и 3 уровня навыков, на которые вы будете ориентироваться при выборе коротких или полных курсов. Затрагиваются все темы, начиная от IT и заканчивая музыкой, фотографией и йогой. Проблема в другом, платформа международная и основной язык, разумеется английский. Курсы не дешевые, на некоторые ценник спокойно перешагивает за несколько сотен долларов, но самое приятное заключается в том, что регулярно проходят скидки и это не какие-то жалкие 20, 30 или даже 50 процентов, а 90 или 95 процентов и это вполне нормальное явление. Приложение вам об этом сообщит. В общем, учите английский и будет вам счастье. iPhone не умеет читать метаданные о снимках и видеороликах, в которых зашита информация об устройстве, формате, разрешении, камере, линзе и даже версии ПО. Разумеется, отображаются и данные по геолокации, если эта опция была включена в смартфоне. У приложения метафа имеется удобная кнопка для быстрого доступа и из меню поделиться, чтобы прямо из программы фото можно было быстро просматривать нужную информацию. Купив полную версию, появится возможность редактировать или удалять метаданные. Но главное, что просмотр инфы бесплатный. Чтобы хорошо знать английский, как бы это банально не звучало, нужно на нем разговаривать. А вот найти достойного собеседника – это тот еще челлендж. Существует немало сервисов, предлагающих репетиторов и носителей языка, но это дорого, дешевле воспользоваться программами вроде Спики. Приложение ориентировано на поиск людей по всему миру для общения. На данный момент в программе есть пользователи из 180 стран, разговаривающих более чем на 110 языках. Так что ваша цель – найти иностранца, который хочет выучить русский, а в идеале – человека, который хочет просто поговорить и заодно подкорректировать вас. Главное – начать беседу и вы получите значительно больше, чем если бы вы проводили время исключительно со словарем. В очередной раз хочу поблагодарить всех тех, кто подкидывает годный софт в комментариях. Всем тем, кто кричит, что все приложения трэш и отстой, посмотрите все предыдущие выпуски. А там уже больше сотни приложений. Годноты много не бывает. Ищем, ищем таланты как можем. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующих видео, разумеется если подпишитесь на канал. Пока-пока.